добрый день дорогие друзья салам алейкум всем из дружественного и позитивного казахстана очень очень хочется поговорить рассказать излить свою душу по поводу вот этих вот зарядных устройств такого типа есть у меня несколько роликов на тему этих зарядных устройств в тех роликах я вкратце рассказывал вкратце объяснял пояснял показывал но есть неугомонные души нет не так немного будем так говорить я высказывал свое мнение по поводу этого зарядного устройства каждый человек безусловно имеет право на свое личное мнение но меня подстегнула записать этот ролик вот такая мысль вот те кто пишет в комментариях что это блять заебательское устройство что и надо пользоваться я не могу понять вот вам ведь никто за это не платит вам ладно бы платили я бы понял мне кстати тоже за это никто не платит но я хочу предостеречь тем кто пытается приобрести вот такое недорогое мягко скажу устройство для того чтобы постоянно обслуживать свой аккумулятор согласен обслуживать постоянно и можно даже нужно но при определенных ситуациях те люди которые кричат мне рвут комментариями разрывает мой мозг тем что это одно из лучших устройств за сущие копейки ну друзья давайте меньше пиздежа как говорится больше дела сейчас посмотрим на эти устройства в работе в тех случаях да ну человек следит за батарея по заряжает возможно на определенном этапе когда батарея до двух лет эти устройства не с со своей работой справятся а теперь давайте попробуем к эти устройства применить по отношению от к этим двум моим пациентам так скажем первый пациент это 75 батарея какой-то атлант вот такие пусковые токи у него 75 ампер часов не знаю кто их делал кто их выпускал но вот мы что мы видим по тестеру 6 процентов по слуху 5 процентов заряда 179 амперчиков пусковой ток и на рц 1203 сопротивление 1554 все записано все зафиксировано переползаем к нашему намаду это толды курганская батарея кстати неплохие батарейки так дату производства этой батареи я не нашел искал и не нашел по запаху определить не смог когда я сделали поэтому условно запись к сожалению прервалась поэтому условно ну будем говорить что не знаю по крайней мере что касаемо этой батарейки эту батарейку я приобрел в личное пользование как в личное наличное безналичное в оборотное использование то есть это одна из тех батарей которая будет у меня в обороте для клиентов что мы с нее вытащим не для оборота хорошие батарейки не нужны не нужны такие батарейки чтобы клиент обязательно вернуться за своей батарейкой а потом не отключал телефон блять и не блокировал меня чтобы я ему не дозвонился поэтому хороших батареек я стараюсь возле себя не держать для оборота так что касаемо так а у клиента я выпытал что по крайней мере два с лишь два с половиной года он на этой батарейки отъездил батарейка стояла на газели и клиент приобрел новую батарею два с половиной года ну ну давайте еще полгода на всякий случай накинем а и не будем накидывать условно возьмем что батарейки два с половиной года пусть будет так что конкретно что касается намада вот намать намадик не привезли батарейка у нас 21 года 49 день то есть батарейки два с половиной года ровесники почти но на ней на ней мы видим абсолютный порожничок сейчас раскорячусь то есть 9 вольт 9 вот батарейка высаженная батарейка стоит на ниве или на ниве так по плотности плотность я замерил здесь один с двумя нулями во всех банках не буду ваше время отнимать забирать оттягивать здесь у нас плотность 117 видно да ну что кратко рассказал кратко показал что давайте примемся за нашу работу закрываем трубочки и будем нырять в зарядный бокс устанавливать эти батарейки на обслуживание и так наши пациенты в зарядном боксике присоседились моим другим пациентам так на верхней верхней зарядный это у нас еще а у а он у тоже короче я прочитать не умею так а на нижнем зарядники у нас она верхнем 75 батарея на нижнем у нас барсетка что ж включаем наше устройство к сети подключаем и нам нужно моментально перевести их в режим мотоцикла то есть мы ставим их на предзаряд потому что это устройство она сразу будет пытаться втолкнуть 8 ампер в наши батарейки 8 ампер это очень много так не понял почему не идет а вот теперь понял идет да все поехали поехали до 13 вольт даже до 13 с копейками вольт мы будем производить предзаряд полтора амперами очень бережно очень нежно и ласково как видим всем спятка моментально долетает до 13 вольт 12 9 уже шестьдесятка но вроде как неплохо сегодня у нас 7 ноября всех с праздником на демонстрацию хотел пойти но не пью поэтому не пошел время 10 минут 4 но все поехали погнали наши городских в работу друзья ну вот прошло буквально полчаса и наша 75 на полтора амперчик как долетела до 13 3 вольт 13 4 ну в пору ей дать немножко развернуться так сразу видим 37 ампера и моментально при прыгала 14 7 вольт но шестьдесятка за полчаса на полтора амперов до шагала до 12 6 вольт поэтому будем в таком же режиме в таком темпе продолжать предзаряд так три с половиной 14 7 и три с половиной ну что ж продолжаем работку на наших вот этот фоксар вот это это связка каких-то слов о каких-то букв неприличное слово блять прочитать просто невозможно но я их скрывал схема идентичная один в один название разные так что вот как то так работаем дальше на этих желтых всеми нет не всеми очень многими затейниками расхваленном устройстве куда ни кинься все рекламируют это панацея это лучшее устройство за свои деньги ну давайте выводы будем или вывода будем делать по окончанию работы после переподключения на авторежим где-то через полчаса зарядная начала работать штатном режиме то есть началось снижение напряжения до 14 и 1 вольта и зарядный ток у нас вырос до почти 6 ампер 5 6 5 7 но подключиться у меня не получилось вот уже час наша зарядная молотит вот в таком режиме то есть раскачивает нашу 75 батареи четыре с половиной ампера мы видим и 14 и 2 вольтика зарядная вышла на свой нормальный зарядный режим с ним продолжаем 60 батареечка у нас на мадик у нас также 12 4 вольта и на полтора амперчиках тойоперный театр сегодня день у меня какой-то бешеный звонят приезжают уезжают работать надо так ну что друзья время собираться в дорогу у нас 35 6 надо не сегодня уехать пораньше значит что мы делаем мы оставляем наш 75 на зарядном на режиме заряда автомобильных аккумуляторов 60 мы оставим на режиме полтора ампера нам на мото режиме потому как нрc еще маленькая батарейка была высажена и 8 ампер в чужую батарея давать не рискну отлучаемся до завтра до утра и завтра уже будем смотреть и делать какие-то завтрашние выводы а пока отчаливаю ну не домой пока но по делам ну что друзья 20 почти пять минут 12 с утра сегодня приехал пораньше но как обычно у меня бывает с утра чай кофе потанцуем были люди потом еще и клиенты повалили и ну наш вот этот замечательный прибор короче не могу прочитать он нам с утра уже показывал of то есть за ночь в какое конкретное время не не могу сказать он у нас перестал делать заряд нижний который на на магике он догнал нам напряжение до 12 9 на полтора амперах то есть он еще трудится потихонечку вливает но заряд так начнем мы наверное то есть у нас вот это устройство замечательное китайский даже погладил сейчас стоит будем так говорить на буфере на буферном до зарядки где у меня мультиметр лет только что мерил вот он мультиметр давайте замерим для начала для начала замеряем на каком буферном напряжении стоит наша батарейка напряжение буфера 5 1379 13 8 ой 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 что-то обычно 13 7 было на 13 79 12 8 отключаем наше замечательно рекламируемое устройство начнем замера плотности давайте три баночки замерим чтобы не оттягивать не растягивать вернее на нам ролик так видим плотность 1 19 фокусируйся и пермите от 1 19 вспышку включу а вот так вот здесь у нас 121 1 20 но разброс с минималкой в две точки то есть 1 19 номинальная остальные банки я буду мерить но уже сам и делать выводы буду в дальнейшем тоже без видеозаписи так ну давайте замерим что у нас батарейка выдает на текущий момент 680 ампер заявлено итак видим 44 процента по суху батарея как бы заряжена 454 батарея выдает пусковой ток сопротивление 606 и НРЦ 1330 отличный результат давайте ну до этой батарейки мы доберемся чуть позже давайте остановимся на этом на этой батарейке и в принципе на этом ролик считаю законченным мы отлично поработали с этой батарейкой всем пока берегите свои батарейки и бла-бла-бла короче ну вот что я должен обычно говорить в конце ролика но это для тех кто блять рекламирует вот эти вот устройства что вы еще можете сделать заряд окончен фу все наполнено но основной параметр который к которому мы всегда стремимся плотность у нас 1,21 в общем случае ну короче те кто рекламирует те кто хвалит те кто нахваливает забирайте короче своего гневого яблока и уебывайте с нашей помойки ну а остальные мои подписчики кто более менее здраво смотрит на окружающий мир оставайтесь на моем канале на этом ролик для вас еще не закончится потому что нам с батареей еще работать и работать ну давайте еще так как это моя же батарея я могу с ней проводить любой экскремент данные мы запомнили давайте испытаем чудодейственную силу ремонта которую рекламирует блять производитель продавец кто там вот эти парни которые кричат бля вот берите это устройство и у вас все будет чехпых так ну 12,9 у нас на этой батареечке давайте замерим плотность вот это вот это так же в трех баночках вот эта баночка мне не внушала доверия две банки при приемке поэтому я поставил знак вопрос видим 1,10 ровно плотность выросла пиздец как здесь у нас 1,0 1,09 1,11 плотность неумолима и уверенно растет зарядное устройство у нас же могучее и великолепное расшатает батарею бля до беспредела так пока вот это оставим здесь потому что я буду сейчас мерить и намечать дальнейший план стратегический работы с остальными батарейками это зарядное устройство мы переведем в режим ремонта будем упорно ремонтировать долго ремонтировать я не буду ремонтировать мы будем ровно столько сколько понадобится вот этому зарядному устройству чтобы оно догнало наш намат до 13 вольт как только оно догонит до 13 вольт сделаем очередное включение записи и переведем это устройство в режим автомобиля но здесь Foxair вот это я могу прочитать вот это называется Foxair устройство ну что пока делаем отключку это пусть долбит пульсация хувисация на канале есть ролики где я подробно замеряю ток напряжения пульсации можете поискать если есть какой-то интерес те мои друзья кто постоянно смотрит мои ролики они в курсе событий поэтому лишнее телодвижение я делать не буду что ж продолжаем работу прошло почти два часа и где-то уже почти час на полтора амперах наш томатик добежал до 13 вольт поэтому давайте переключим его на автомобильный трак режим а блядь а вот ну давай давай вот так вот и что мы видим моментально 14 1 напряжение на притоке 5,4 ампера 5,3 ампера 5,3 ампера так здесь у нас почти два часа идет пол что такое пол я не знаю вроде как какой-то ремонт ну давайте посмотрим что за два часа изменилось с полотностью с плотностью электролита 1,19 1,19 1 давайте так 100 1975 короче на 25 тысячных произошло увеличение плотности на килограмм килограмм на литр электролита так 1,21 1,200 25 тоже и 1 20 короче ничего не поменялось за два часа давайте голову не будем что делать правильно заморачивать ни себе ни людям отключим зарядник ну давайте на всякий случай давайте 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 пиздавайте давайте замерим параметры по конвею и за два часа работы посмотрим изменились ли они в какую-либо сторону у нас также 680 изменились было 44 стало 45 сопротивление 6 нрц 1354 461 ампер ток ну ладно давайте продолжим тогда один процент мы видим динамику но этот один процент мы можем скинуть на погрешность прибора ну чтобы быть честным до конца спешить нам некуда и батарейка моя поэтому мы можем поэкспериментировать с ней и посмотреть какой будет результат пол у нас продолжается наш томатик оба на началось движение зарядного тока сторону увеличения это уже хорошо это уже не плохо напряжение 14,1 и зарядный ток 6,5 ампер было небольшое снижение до 5,3 ампер с 5,4 5,4 или 5,5 было сейчас у нас движение вверх ну давайте давайте мониторить время 20 минут второго пока работаем в таком же штатном режиме штатном или не штатном за штатном ну в каком-то режиме работаем так смотрим 6,7 уже амперчиков ладно не будем вытягивать ролик будем делать лучше более частые включения для того чтобы промоить 6,8 чтобы промониторить как будет работать наше зарядное устройство ну это устройство оно работает по напряжению поэтому по идее оно и должно наращивать зарядный ток пока не достигнем максимального напряжения 14,8 14,7 вольт это то напряжение окончания заряда на которых работают вот эти два устройства работаем друзья дальше прошло минут 40 45 наверное и что мы видим как оно работает это устройство видим снижение напряжение и рост тока ток вырос до 6,1 ампера ну что неплохо будем посмотреть дальше подошло время дергать сторону дома на улице уже темнота наш фоксар долбит на мадика и до греб напряжения до 14,6 топ 2,4 ампер ну давайте а 75 у нас на ремонте в режиме ремонта давайте замерим плотность так прошло сколько там часиков сколько там таймов на Коково порядка да порядка 7 часов порядка 7 часов даже наверное не 7 а чуть больше у нас таймов на Коково и плотность у нас ура товарищи 1,23 1,23 да во второй баночке растет плотность 1 а здесь у нас 1,20 что за ерунда ну-ка давайте еще раз это так у меня там 1,23 получилось там блять ну-ка 1,22 1,22 так и давайте третью еще баночку заглянем в наши контрольные банки 1,21 1,21 вот так вот еще потрусим передернем так 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 что у нас с намадом что у нас с намадом ох блять какой уровень там водичку я кстати не побивал так и плотность у нас намадики 1,18 видно да ну че фоксер работает это же безупречно мощно удовлетворительно лихое устройство поэтому наверно сейчас намад и разрок матит что оставляю до утра оставляем батарейки до утра посмотрим что будет утречком пусть пульсирует парни которые очень хорошо знакомы с этими устройствами неплохо комментируют и в комментариях неоднократно я читал что не менее 18 часов должно быть ремонт но у нас получится где-то чуть более наверное 20 а может 20 лихвы часочков поэтому будем ремонтировать это моя батарейка поэтому эксперименты я на ней могу проводить легко и просто так эти пусть у меня тоже остаются ну все а я чаду в сторону дома но я не